Несколько месяцев назад на платформе модификации Global War, мод который вышел совсем недавно, мы создали турнир среди группировок в зоне. В этой модификации есть множество разных группировок, но кто же из них сильнее? Задавшись таким вопросом, мы решили создать такой турнир, а не устраивать просто королевские битвы, просто для того, чтобы они были. В этом турнире участвуют 16 группировок. Турнир состоит из нескольких этапов. 1-8, 1-4, полуфинал и финал. Прошло уже достаточно много времени с момента первого видео, а прошлое видео этого турнира вы можете посмотреть по ссылке в описании. А сегодня мы продолжим турнир, ведь группировки уже дошли до полуфинала. Итак, друзья, сегодня мы проведем сражение между нейтралами и чистым небом. Ветер и отряд Альфа мы оставили на потом, по итогам голосования в комментариях. А перед тем, как мы начнем, поставьте лайк и не забудьте нажать на колокольчик, а также подписаться на канал, дабы не пропускать дальнейшие видео. Не турнирами единым, на канале присутствует множество других рубрик. Всем приятного аппетита и приятного просмотра, уважаемые. Мы начинаем эту битву. В прошлом выпуске ветер вынес охотников с турнира и попал в полуфинал. До этого чистого неба вынесли дворяк. Это был очень интересный бой, ссылка на этот бой вверху экрана. Сталкеры вынесли долг, а отряд Альфа вынес монрит. Так эти группировки оказались в полуфинале. Мы используем сегодня локацию по названиям Кордон. Это измененная локация в версии 0.3. Ранее она имела другой вид. Используем режим арены, который можно включить в опциях игры. В режиме королевской битвы. И в пустой зоне мы спауним две группировки. Все предельно просто. Многие задают вопрос, как же я это делаю. Когда-то даже был стрим по этому поводу. Как создать королевскую битву. Давайте пока что ознакомимся с группировками для тех, кто впервые в сталкере. Так, поведаю историю сталкеров. Сталкеры исследующие зону в одиночку, таких большинство. Поскольку членство группировки отбирает драгоценное время, тем самым уменьшая заработок. Кроме того, некоторые просто по натуре свои склонны к одиночеству и независимости. Это нейтралы. То есть одиночки. Что же мы можем сказать про чистое небо? Исследовать явления зоны. Малоизвестный клан, затерянный где-то на болотах. Достоверно никто не знает, какова их цель, какова их численность, чем они занимаются. Но те редкие сталкеры, что приходили с болот, рассказывают о парнях в камуфляже небесно-синего цвета. Выбираю сегодня именно кордон по итогам голосования в комментариях под прошлым видео. Напомню о том, что на карте есть разные точки, которые группировки должны захватывать. Начиная от обычных территорий, которые ничего не дают группировке, кроме расположения на данной точке. До баз, которые спавнят новые отряды. Также присутствует логово, на которых спавнятся мутанты. Но мутантов я решил не использовать в данной битве и в принципе в турнире. Мутанты приводят к вылетам. Ключевые точки, которых на локации-то и не видно вроде, но они должны быть на других локациях. Ключевая точка и обычные территории о чем-то схожи друг на друга. В принципе они ничего не дают. А самое интересное это базы и точки ресурсов. Точка ресурсов дает силу группировки, для того чтобы у группировки появлялись более сильные отряды. У группировок есть новички, зеленые, опытные, ветераны, профи, легенды, мастера. Сегодня мы их всех увидим. Стоит отметить то, что со старта группировки имеют опытные отряды. Захватив одну точку ресурсов у них появляются ветераны и мастера. А когда они захватывают две точки ресурсов, у группировки максимально прокачивается сила. И у них появляются легенды. Это действует на обе группировки. На карте есть три точки ресурсов. Им важно захватить их как можно скорее. Также точки ресурсов ускоряют спаун новых отрядов. Спаун происходит с баз. И чем больше баз у группировки, тем для них лучше. Итак, разместим на юге сегодня чистое небо. Допустим, они пришли сюда с болот. А на севере будут нейтралы. Пока мы не начали, можете сделать свою ставку на одну из группировок в комментариях. Лично я предполагаю, что сегодня победит чистое небо. Судя по тому, как они сражались против варяг. Это было очень круто. Мне эта битва понравилась больше, чем нейтралы против долга. Битва, которую мы переигрывали из-за того, что использовалась локация неправильно. Кто сильнее, тот и победит. Все зависит от того, как быстро они заспомнят новые отряды и захватят территорию. Итак, пошла жара. Группировки на точках. Я нахожусь в центре карты. Это раннее утро. Часов 6-7 утра. Уже 8. Нифига себе. Ну и понеслась. Первый отряд одиночек идет на захват какой-то точки. Укрытие в камнях. Укрытие в камнях это самая ближняя точка от дальнего блокпоста. Они захватили обычную территорию. В то время чистое небо высылает отряд на АТП. АТП это база. Очень важно сначала с самого старта захватить одну базу. То есть в сумме у них сейчас будет уже 2 базы. Давайте посмотрим на этот отряд, где они находятся. Где-то уже должны быть по пути на АТП. Это опытные отряды. Опытные и профи даже так. Посмотрим на что они способны. С МП-5 и АК-74. Пока они способны захватить точку. А это самое главное. Костер дороги сейчас будет захвачен нейтралами. Давайте туда поспешим поскорее. Посмотрим что они из себя представляют. А они уже захватили перекресток. Костер дороги. Плюс одна ресурсная точка на карте. Теперь у нейтралов будут спавниться мастера и ветераны. Высылают также отряд одиночки на завод. 1-1 по базам скоро будет. Но раньше нейтралов захватят базу Чистое Небо. Высылается отряд на лагере на холме. Обычная территория. И на захват деревни новичков. Кажется это 3-1 будет скоро. АТП захвачено. А пока сталкера травят байки. Слетаем. Осмотримся на локации. Самые ожесточенные бои обычно проходят в центре карты. Что и логично. Но здесь на этой локации центр карты очень узкий. Очень сложно группировкам проникать на одну из сторон. Север и юг локации разделяются мостом. Насыпью. Очень сложно пройти через этот мост. И обычно здесь очень много трупов. И уже захвачена база деревни новичков Чистым Небом. Также АТП. А сталкеры только доходят до завода. У них пока слабовато с захватом. Вот они подходят к базе. По идее у них уже спавнятся ветераны и мастера. Прибежали захватили. Но захватывайся уже. Теперь точно захватили. Также следом идет отряд на костеру грузовика. Это точка находящаяся вблизи завода. Еще один отряд на костеру грузовика. А зачем два? И третий отряд на костеру грузовика. Не совсем разумное использование ресурсов группировки. А именно отряда в данном случае. Чистое Небо уже захватили костер под деревом. И точку ресурсов в тайный лагерь. 1-1 по силе группировки. И по базам пока что 3-2. У Чистое Небо деревни новичков. АТП. И Южный Блокпост. У Сталкеров завод. И Дальний Блокпост. А что это? Простите. Чистое Небо идет на захват Старой Фермы. А Сталкеры что этим временем делают? Старая Ферма тоже сейчас захватится Сталкерами. Стойте. А кто же первый успеет туда дойти? Понеслась мать ее. Так. Чистое Небо уже преодолели мост. Где-то они должны быть уже рядом совсем. Чистое Небо пошло на разворот. Че их не вижу? Стойте. Они пошли где-то сбоку. Вот они уже заходят в базу. И к большому сожалению Чистое Небо захватывает базу Старая Ферма раньше. Ну а вот и одиночки. Тяжелой броне. Они смогли бы потягаться Чистым Небом сейчас. Но после того как произошел захват. Будет тяжковато. А там скорее всего заспавнились уже новые отряды. Первый выстрел. Ранили одиночку. И уже убит Чисто Небоец. Сейчас Сталкер забрасывает гранату в базу с Чистым Небом. И убивает всех кто присутствует на этой базе. Неужели? Даже ворона падает. Стойте. Неужели эта база освободилась? А не. Там внутри еще. Внутри зданий еще оставались Чистые Небоцы. Ну кажется их тут остается. Это парочка всего. Даже три человека. Четыре. Четыре НПС здесь. Не уверен что Сталкеры смогут это сейчас захватить. Но Сталкер убивает Чистые Небоца. И остается еще три. Сталкер в тяжелой броне. И с ЛРКой. Он опять забрасывает гранату. Я надеюсь не в стену. Стойте. Он не бросил ее. Он хотел бросить. Но что-то пошло не по плану. Он ее не бросил. Минус Сталкер. А вон аптечка лежит. Смотрите. НПС умеют разбивать ящики. И подбирать лут с них. Эта аптечка скорее всего скоро окажется у Чистой Небоца. Или же нет. Стойте. Сталкер отбил еще одного чувака с Чаен. Минус Сталкер. Все таки не получилось. О смотрите еще один подходит. Откуда он взялся? На подмогу приходит еще несколько отрядов Сталкеров. Да тут целая Арава уже собралась. Так горячо еще не было наверное в начале битвы. Нигде. Новика ВТВ. Тут парочка торговцев стоит уже. Блин вот это накал. Подходят еще два отряда Чистого Небо. Сталкеров на базе не осталось. Рядом подходит еще большое скопление Сталкеров. И они имеют цель АТП. Деревня новичков. Кто-то бросал только что гранату. Кардан подходит к базе и убивает Чистая Небовца. Но на фоне там еще многовато. Нифига. Да он вырубает еще одного. Еще одного зацепляет, но тот выживает. Ну вот это вот очень печально для Сталкеров. Эта граната пришлась прям под ноги Сталкеру. Кто же все таки захватит эту базу в итоге? Есть ли шансы у Сталкеров отбить Старую Ферму? Главный вопрос. Возле Старой Фермы уже захвачена точка Кассер в лесу. Она за Сталкерами. И Старая Ферма практически в аточении находится. Еще одна граната. Тоже ее бросил. В общем, наверное так. Чем больше гранат будут бросать группировки, тем больше шансов у них выиграть. Четыре отряда вокруг. Давайте посчитаем Сталкеров вокруг базы Старой Фермы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцатый подходят. Они же, кстати, агрятся с завода. Они просто услышали с завода, что здесь происходит стрельба. И пришли сюда разруливать. Твою мать, что же происходит? Еще минус куча Сталкеров и Чистого Неба. Даже не понимаю, кто здесь преобладает. Но кажется, Чистое Небо здесь вряд ли выживет. Слишком уж много здесь Сталкеров пришло. Сверху? Серьезно, они с той стороны зашли? Сталкеры поступают максимально нестандартно. Они заходят с другой вообще стороны, сзаду базы. И врыбают присутствующих Чистонебовцев во дворе. Раньше здесь была жарко кабана, костер. Но теперь площадка для трупов Чистого Неба. Еще заходит куча Сталкеров. Это мастера и опытные. Даже Дегтярев пришел. Шансов все меньше и меньше на удержание этой точки. Бросается еще одна граната. Но Чистонебовец выживает, мать его. Да ты суровый мужик. Слышим фразу «Получай гранату». А Сталкеры уже на базе. Фраза «Получай гранату» была услышана, но гранаты так и не было. Весь такая фигня, иногда замечается. Вроде кидают, замахиваются, а в итоге ничего не летит. Может это и к лучшему. Слишком много гранат тоже плохо. Это какая-то ядерная война. Как в битве с нейтралами и охотниками было. Вот так-то. Кажется, это жестко. Это очень жестко. Сколько же здесь НПС? Мини-карта не работает, выключена. А вот 28, 30, 32, 31. Да, я бандит, кстати. Я заспавнился за бандита. 33 чуваков. И все это, похоже, захватило уже старую ферму. Это естественно. Скоро эти все отряды ринутся на захват южных территорий. Чистое небо захватывает стоянку под мостом. Они перешли рубеж центра карты. Но вот захватить бы им точку ресурсов, дальняя стоянка, и получили бы легенд. А пока вот только ветераны и мастера в какой-то мере. На карте я сейчас вижу только ветеранов. А со стороны сталкеров тоже ветераны. Прикольная аномалия в воздухе висит. Никогда ее не замечал, кстати. Возле старой фермы. Сталкеры выдвигаются на захват новых территорий. Уже унюхали добычу. Все, мужики, отбой? В смысле? Какой отбой? Ты че? Центр карты сейчас, скорее всего, захватится сталкерами. Как-то странновато, знаете? По тому, как сражались чисто небовцы на Юпитере против Варяг. Не скажу, что это слабая группировка. Но то, что мы сейчас видим, очень уж быстро спавнятся сталкеры. Почему же так? Давайте сравним скорость спавна. Вижу 15 минут на южном блокпосту. 5 секунд остается до спавна на деревне новичков. Давайте проследим, сколько же изначально минут остается до спавна. Так, а на АТП минуточка осталась. Заспавнился отряд. И остается до следующего отряда 16 минут игрового времени. И на АТП также плюс-минус 16 минут. Ну а сталкеры как спавнятся? Вот сейчас заспавнится отряд. Знаете, и сталкеры также по скорости спавнятся. Я не знаю, почему их так много. Объективно, если посмотреть на карту, сейчас больше всего на карте одиночек. И даже если мы зайдем в статистику, здесь чистого неба 79, а одиночек 107. Это странно. Ну а по числу баз сейчас 3 базы у одиночек и 3 базы у чистого неба. Силы должны быть равными. Но вот это вот дерьмо. 49 NPC вокруг меня. И вокруг центра карты. Сталкеры уже даже выбили костер в лесу, которая была совсем недавно под чистым небом. И чистое небо идет на захват дальней стоянки. Твою ж мать, это же плюс ветераны. И минус FPS к 100. Чистонебовец пошел и захватил. Мужчина захотел и сделал. Захватил точку ресурсов. Дальняя стоянка. Брюс, легенды и мастера, спавнящиеся у чистого неба. А это значит, что они возможно в силах отразить это огромное наступление одиночек. Все-таки возможно у них получится. По ресурсным точкам чистое небо впереди, а по базам равное количество. Но по отрядам почему-то сейчас преимущество имеют одиночки. Здесь происходит большое сражение. Все больше и больше сталкеров заходят на южную сторону. Которые не заходят, а просто пытаются это сделать пока что. Чистое небо их прессует тоже. Они встречают незваного гостя сразу на подходе с центрального моста. Как-то вот так вот выглядят сейчас силы на карте. Это жесть. Это реально жесть. Сталкеры покинули свою точку ресурсов почему-то. И двигаются на АТП. Почему же они бросили свою важную точку? Вы че пацаны? Это же сейчас у них спавнится будет опытные и профи. Это наверное глюк. Но как они крути, они даже опытные и профи возможно смогут выдавить. При таком количестве отрядов. Такая жесть. Даже понизим настройки мало что получаем по приросту кадров. И это печально. Буду ждать до тех пор пока количество не уменьшится. И понижу скорость войны. Самое главное, чтобы мы увидели прогресс одной из сторон. Хоть кто-то что-то захватывал. Чистое небо в центре карты. Они прям на точке стоят. Да ты герой чувак. Ты бы попадал еще в кого-то. Пока что с этим не очень. Получай гранату. Звучат фразы и все. Минус чистое небо в центре. Что же это творится? Как жить-то? Как жить? Чистое небо потеряли АТП. Видать отряд, который сагрился на сталкеров погиб. Теперь главное, чтобы они вернули себе эту территорию. Наверное очень много времени проведем за наблюдением этой стычки. До сих пор блокпост никто не захватил. Хотя уже прям на этой точке чистое небо. Я бы это конечно поснимал. Бля, ну этот кадр. Это ужасно. Вроде как чистое небо уже на этой точке. Заходят сталкеры. Забрасывают гранаты. И этот захват становится невозможным. Упало еще несколько гранат. Я почувствовал прирост фпс. Убивайте дети мои. Убивайте. Ни в коем случае не призыв к убийству конечно. Это не касается реальной жизни. Я вас прошу. Не убивайте людей. Отряды сталкеров заходят. Они уже здесь. Похоже понемногу становится понятно кто здесь папочка. Кто захватил точку. Нереальный махич устраивает в группировке. Ничего себе. Может я не прав. Чистое небо тоже неплохо рулит. Одним взрывом гранаты решается вообще все. Получай гранату. Но приходят новые отряды и опять устраивают замес жесткий. Получай гранату. А чистое небо так и не вернуло под контроль АТП. Чистого неба все меньше и меньше возле насыпи становится. И судя по всему сталкеры скоро прорвут оборону. Но это не точно. Они снова бросают гранаты. Но на этот раз в себя. И дают таким образом возможность чистому небу захватить точку. Как же не тупят. Этот боец врывается в толпу. Начинает махаться оружием. Прикладом. Падает. Подходит его. Кент тоже умирает. Теперь остается только добить этого человека. Ой зря ты сюда пришел братан. Ой зря. Минус чайен. Напрягает то что сталкеры так тупят. Они просто впираются в текстуру. Пытаются что-то сделать. Чего они здесь делают. Непонятно. Но они стоят все время у стены. И смотрят в текстуру. А им бы просто в проход зайти. Толпой. Все вопросы отпали бы сразу. Им просто сюда зайти и все. Давайте же проверим как быстро спавнятся группировки. Наведемся на базы. Спаун атакующего отряда СТП от чистого неба. 10 минут. 8 минут деревень новичков. Южный блокпост 50 минут. Ё-моё. 50 минут это перебор. Старая ферма также около 50 минут. 42 минуты завод. И дальний блокпост 40 тоже. Ну где-то 50. Судя по всему это из-за того что я замедлил войну. Поставил среднюю скорость войны. Чувствую нужно возвращать. Чтобы какая-то активность была на карте. Хоть она сейчас и прослеживается. Но спавна новых отрядов практически нет. Хотя может и этого хватить. В чем я не уверен. Плюс 2 атакующих отряда двигается на захват. Блокпоста под мостом. А в основном сталкеры просто стоят возле моста. И тупят у текстуры. С одной стороны чистое небо. С другой стороны сталкеры. Как же это уровень? Ну вроде как с фпсом стало получше. Наконец-то. Тут стоит чисто небовец. В экзостерете кстати. Ты что легенда? И с другой стороны тупят огромная толпа стокеров. Тупило до этого момента. Сейчас я тут вижу только стрелка. Ну и еще какой-то фраерок. Идет стрельба. Какой-то замес. Прям под мостом происходит. Взрывается еще одна граната. Подходят чисто небовцы. Но их очень мало. По сравнению со стокерами. Хрен знает. Есть какой-то шанс того, что чистое небо выжмет сталкеров с под моста. И вот такими ударами их сейчас были. Все реально. Ёпта. Сталкеры убивают чисто небовцы. Блокпост под мостом в данный момент находится под контролем чистое небо. Официально. Но тут 1-2 отряда всего. Надолго ли это? Сталкер кардан уже под мостом. Ждет своего врага. Прячется чисто небовец. А чисто небовец кстати с джишкой 36. И это экзискеретчик. Он выносит кардана. Подходит сталкер в тяжелой броне. Тоже кого? А все-таки сталкер гибнет. Экзискерет рулит. Ёпта. Борода бросает гранату. И прям под ноги чистому небу. Стойте. Это не граната была? Тут что-то падало. Но в итоге оно не убило чисто небовца. Ранило. И то это не оно. А пуля была. Стрелок заходит под мост. Продолжается махич. Минус сталкер. Очередная фраза с забросом гранаты. А чисто небовец в экзискерете поднялся кстати. Но его добивает гранатой. К большому сожалению. Заброс гранаты максимально тупой. Сталкер бросил гранату. Но прям под ноги. Я удивлен, но он выживает. Боже, как это у него получилось. Чисто небовец бросает гранату. Тут два сталкера. И это минус два сталкера. Кстати экзискеретчик это был. Новый экзискеретчик чистого неба. Они же захватили уже две точки ресурсов. Сталкеры захватывают стенку под мостом. И костер в лесу. А блокпост под мостом все еще не под чьим контролем. Чистое небо его опять потеряли. А сталкеров под мостом находится все меньше и меньше. Какой-то ноунейм. С интересным лицом. Пора снова ускорить войну. Заходим в настройки. И выбираем очень быстро. Пошел спаун. Потери фпс готовы так сказать. Сразу же идет ускорение спауна. У одиночек это 15 секунд пошло. 15 секунд на всех базах в принципе. Да одновременно они начали спауниться. АТП 14. И в общем-то кажется это равный спаун пошел в данный момент. А не вот через 0.8 уже заспалился новый отряд. И следующий спаун через 18 минут игрового времени. Это очень быстро. Такое мы видим на всех базах на карте. Толпа рассыпалась. И вот видать скоро дает новая толпа. А пока группировки месят говно в центре карты. Темнеет уже. Это будет ночной бой. Пока максимально ровный бой в центре карты. Без необычных вещей. Максимум из необычного это захват сразу же второй точки ресурсов. Обычные группировки очень медленно раздупляются. Сталкеры захватили блокпост под мостом. Официально. Надолго ли? Там три отряда чистого неба. Какая-то подозрительная тишина. Ни одного выстрела не слышно. Чистое небо больше не агрится. А вот пошла жара. Моментная слабость. И затишли перед бурей. Экзоскореты против тяжелой брони. Сталкеров получится ли? Заброс гранаты от чистого неба. И это минус один сталкер. Остается еще один. Чистое небо ложится спать. Прилег на поле боя. Еще парочка отрядов чистого неба подходит. Забрасывается очередная граната. И это минус сталкер. Опять центр карты пустой. Блокпост под мостом. Ничейная точка. Опять огромное количество спауна происходит. И опять говно месяца в центре карты. Жестко. Мне пора опять замедлять войну. Потому что это жесть. Максимально равные условия. У количества естественно здесь больше всего сталкеров. Но по силе это чистое небо. И непонятно кто кого. Еще одна граната от чистого неба. Давай старина. Это РГД5. Ну видать кого-то убивает. Но в то время сам теряет хп и ложится. Прошло уже реально много времени. А группировки до сих пор так и не решили кто сильнее. Что с одной стороны много сил. Что с другой. Продолжаем наблюдение. Жаль никак не перемотать войну. Придется подождать. Спустя много времени. Уже кстати утро. Чистое небо захватывает блокпост под мостом. Но как ни крути толпа на толпу продолжается. И не факт что чистое небо сбережет эту территорию. Ведь сталкеры уже захватили вход в тоннель. И они вот-вот готовы перейти на южную часть локации. Они имеют такие цели как деревня новичков. Вот кстати освобождается снова блокпост под мостом. И чистое небо возвращает вход в тоннель. Фак. Определитесь уже пожалуйста. Возле моста все так же 50 на 50. Ни хрена не меняется. Спустя еще какое-то время остается возле моста. Не так уж много отрядов чистого неба. А это намек на то что чайновцы продуют. Наконец-то видим более-менее стабильный фпс. И вроде высокий. Два чистонебовца вижу. Три чистонебовца. И три сталкера. Это то что под мостом. Даже пять, шесть еще новые подходят. Минус чистонебовец. Один и второй. Похоже эта территория вновь за одиночками. Ну почти. Они ее все еще не захватили. Хотя не здесь. Со стороны тоннеля вижу огромное скопление сталкеров. Они вновь выбили вход в тоннель. Таким образом остается здесь всего лишь один отряд чистого неба. И центр карты выигран сталкерами. Наконец-то хоть что-то уже сдвинулось с мертвой точки. И еще один чистонебовец умер. Следующая цель у сталкеров это АТП. АТП и деревня новичков. Чистое небо посыпалось. По членам клана одиночек 58. А чистого неба 46. Сила группировки 73 против 63 чистого неба. Вот и территория блокпоста под мостом. Которая кстати ключевая точка. Ключевая потому что она важная на карте. Это проход с одной части локации на другую. В общем сталкеры ее берут под свой контроль. Целеустремленные отряды сталкеров уже на подходе к АТП. Как же много им понадобилось времени для того чтобы выяснить кто сильнее в центре карты. Получится ли у чистого неба камбэкнуть как в прошлой битве против варяг. Или же они уже сдались. Сталкер заходит в АТП. Он уже здесь. Встретит ли его кто-то вообще? Или здесь никого нет? Он спокойно заходит в базу. Но он агрится. Значит кого-то нашел. Сзади него подходит чистонебовец. Сталкер его не замечает. Подкрадывается и... Почти убил. Это был хороший шанс. Но не повезло не фартануло. Все же он убивает сталкера. И оставляет под контролем эту территорию. Еще несколько отрядов близко. В то время на тайные лагеря наступает толпа сталкеров. Они решили отобрать силы. У группировки чистого неба. В данный момент спавнятся мастера и легенды. А если они заберут эту точку ресурсов. То будут спавниться просто ветераны и мастера. Та точка ресурсов на дальней стоянке. Все еще за синими отрядами. Ложится чистое небо. Один умирает. Еще один умирает. Ёпта. Что это произошло? Все чистое небо полегло на этой точке похоже. За исключением одного бойца. Который спрятался где-то в сарае. Помолись реально. Все что остается это молиться. А где он делся? Стойте. Это же он наверное. Он умер. Его больше здесь нет. Сталкеры захватывают тайный лагерь. Плюс одна точка ресурсов. И они уже на подходе к деревне новичков. Заходят в АТП. Дерзко и уверенно. Да-да. Темушки отбой. Но это еще не все. Переместимся на АТП. Ну а здесь не так уж и много чистого неба. Для того чтобы они смогли это отбить. Один боец умирает. Заброшенная граната взрывается слишком близко возле сталькера. И он ложится. Но тут на обороне стоит экзоскеретчик чистого неба. Экзоскерет правда его не спасает от взрыва гранаты. Два активных отряда чистого неба вижу. Один двигается на завод. И второй также на завод. И пока что это все. Похоже заспавнился еще один отряд. Или что это? Чайновцы не сдаются. Убивает одного из последних оборонцев данной точки. И сталькеры уже готовы захватить АТП. Ничего себе. Чистое небо по пути на завод отбивает тайный лагерь. Странно. Чел просто шел на завод захватывать территорию. И случайно заагрелся на точку ресурсов со сталькерами. Я вижу здесь одного сталькера. Он стоит прямо в мусорке. Ё-моё. Че это произошло? Граната взорвалась. Чисто небо окусился на жизнь сталькера. С забросом гранаты. Ну не получилось, не фартануло. А с другой стороны... Ёпта. Все-таки минус сталькер. С другой стороны заходит еще отряд сталькеров. В то время АТП уже полностью захвачено. Остается деревня новичков. И южный блокпост. Это ты зря старина. Я бы на этом месте прятался в бункер к Сидоровичу. Спавнится еще один отряд Чистого Неба, что ли? А, не. Здесь уже были Чистые Небовцы. Не один же Чистые Небовцы шел на захват завода. Вышибает одного сталькера, второго. Ничего себе ты даешь. А они эффективно обороняются. Но до поры до времени. И еще один Чистые Небовцы потерян. На старую ферму двигается еще один отряд Чаэн. Минус один. Как он что-то здесь видит? Растительность не позволяет удобно стрелять. А вот увидеть. Ну, позиция такая, если братан. Сталкер принимает решение забросить гранату. И Чистые Небовец тоже. Они делают вид, будто бы бросают гранату. Но ничего не летит. Это то ли обманка такая, то ли баг. И, в общем, понемножечку сталькеры пытаются захватывать деревню. Нейтралы все ближе подходят к деревне новичков. И они уже заходят на Южный Блокпост с правого фланга. Параллельно вперед двигается Чистое Небо. А что же мы видим? Чистое Небо теряет свою базу. Южный Блокпост потерян. Скорее всего, произошел баг. Но это не точно. Может, они просто решили уйти со своей территории. Такое часто у меня бывало при прохождении этого мода. Отряды иногда могут покидать базы. Я не знаю, из-за чего это происходит. Но это так. Два отряда сталкеров подходят к базе Чистого Неба Южный Блокпост. Стоит или нет. Или да. Они немного прошлись в сторону, но потом свернули в сторону Блокпоста. Получится ли у них занять Южный Блокпост? Сейчас мы об этом узнаем. Там на защите стоит еще какое-то количество Чистого Неба. В перестройке сидит два отряда. Ну, и я думаю, они вполне боеспособные ребята. Могут дать отпор. Главное, не позволить захватить базу сразу же. У этих чуваков дробовики. Что-то я сомневаюсь в том, что они смогут сберечь базу. Еще один ранен. И второй убит. И еще кто-то помер. Это одиночки забросили гранату. И кажется, никого из Чистого Неба не остается. Но нет. Чувак еще один стоит. Он бросает гранату за стену. Это экзист-критчик с РПК в руках. Такой бойец может потягаться. Приложил. Что, прости? Кажется, спаунится еще один отряд Чистого Неба. Убивает сталкеров тяжелой броне. Или же это был торговец. Да, это был торговец. Остается еще один отряд сталкеров. С АТП двигается еще большое количество. Деревня новичков вроде бы отбивается от нападения. Вроде бы многовато Чистого Неба там сидит. Это минус Чистого Неба на южном блокпосту, чуваки. Еще какая-то стрельба происходит. Кого он стреляет? Там еще кто-то ходит. Это Чистого Неба ведь за сеткой. Сталкер или Чистого Неба ведь? Примечательно то, что они оба находятся в хорошей броне. Это, кажется, Сева. Стойте, это Сева у Сталкера. И Экзо-Сева у Чистого Неба. Я не уверен, что это правильное название этого костюма. Это, скорее всего, просто экзист-крит с шлемом. Взрывается граната. И Чистого Неба просирает свою точку. Сталкер выживает. Но ниоткуда появляется еще один отряд Чистого Неба. Как будто бы он переходит с предбанника. Но дело в том, что это невозможно. Режим арены действует. Он выходит с перехода и двигается на южный блокпост. Нифига, тут еще один заход есть. Есть дырка. И через эту дырку Сталкер заходит на базу военных. То есть на южный блокпост. Обычно здесь стоят военные. Сейчас это никак не военные, а Чистого Неба. Кто этот боец? Откуда он взялся вообще? Чел, ты кто? Это мастер. Или легенда. Отряд под названием Мастера и Легенды. В общем, возможно, он сейчас захватит эту базу. А деревня новичков устояла. И они вернули тайный лагерь. Одна точка ресурсов все-таки имеется. А Чистого Неба все равно не может захватить эту точку. То ли баг, то ли что. Но стоит подметить, что три отряда Сталкеров уже близко. И они уже выехали. Раз уж здесь всего лишь один чувак с Чистого Неба, сделаю ставочку, пожалуй, на Сталкеров. Хотя, может, он какой-то очень жесткий. Да, он жесткий, он вырубает одного Сталкера. Сталкер опять бросает гранату. А до этого еще одна упала туда. Теперь точно там нет никого в живых. Как ни крути, Сталкеры все равно не могут захватить Южный Блокпост. Ничего с этим не поделать. Разве что выбрать отряд на карте и захватить вручную. Но этого делать не особо хочется. Тем временем на тайный лагерь наступают опять Сталкеры. А с территории АТП двигаются отряды на деревне Новичков. А деревня Новичков это последняя база под контролем Чистого Неба. Решается судьба выхода в полуфинал. Вижу активные отряды возле деревни. Куда же они двигаются? Неужели они решили отбить свою базу? Они двигаются в ту сторону. Южный Блокпост это их цель. А Сталкеры наконец-то захватили Южный Блокпост. Получилось у них это сделать. И вряд ли один отряд ЧАН-овцев отобьет всю базу. В этом я уверен на 100%. Один отряд уходит. А несколько отрядов Сталкеров приходят на захват деревни Новичков. Вот они уже во входе на базу. Ух ты нафиг. Экзоскерички. Грозы, HK, SGI и валы и прочая фигня. Очень страшно и очень грозно его смотрится. Следом еще один отряд двигается. Даже по соотношению сил в ПДА. Одиночки явно выигрывают. Чистое небо просирает. Ничего с этим не поделать. Не стоит расстраиваться. Они достойно выступали. Минус один членовец. И кто-то бросает гранату. Заброс крайне неудачный. Одиночки забросив гранату убивает своего бойца. Параллельно происходит бой на Южном Блокпосту и на Тайном Лагере. На Тайном Лагере уже не осталось ни одного отряда от Чистого Неба. Ну как и на Южном Блокпосту так же. А здесь на базе два отряда остается. Да еще и невысокого ранга. Еще одна граната, которая помешала именно одиночкам. Хотя одиночки эту гранату бросили. Еще минус один членовец. Там вдалеке еще несколько отрядов двигаются с разных сторон. Все, что я насчитал в данный момент около пяти Чистонебовцев. Вроде не так уж и мало. Идет повторный спаун. Еще плюс парочка отрядов в общем-то. Спаун работает. А следующий отряд через 60 игровых минут. Нифига себе. Очень результативно сработала граната. Она убила и тех и других. Но больше в плюс ушли Чистонебовцы. Отстройщили немного захват Деревни Новичков. Со стороны тайного лагеря забрасывается граната. Там стоят экзоскеретчики. Ух, как же он хорошо ее бросил. Блин. Ну точно минус Чистонебовец. Еще один в здании остается. И в соседнем здании вроде кто-то еще был. Но это не точно. Ложись граната. Ёпта. Как же его кидануло. Чела отбросило на забор. Это не он, кстати. Всего-то один кент вроде. Может ему помочь? Чистонебовец лежит. Вроде никого больше не осталось. А не, кто-то есть. Или кто-то был. Но тот тоже умер. Офигенный костюм. Обожаю. Это ветераны Чистого Неба. Они врываются в базу. Экзоскеретчики, которые пришли. Они пришли наказать последнего Чистонебовца на базе. Блин. Обидно. Че, долго смотреть будем? Еще, конечно, три отряда отдыхают. А стойте, не отдыхают. В общем, есть точка Костер под деревом. Недалеко от Деревни Новичков. Там стоит три отряда Чистого Неба. У двоих цель Костер под деревом. Ёпта. При попытке убежать Чистонебовец потерпел крушение. Его кинули через плечо. Пора сообщить о том, что Деревни Новичков ликвидирована, как и группировка Чистого Неба. Они выбывают с турнира Король Зоны. Обидно, конечно. Они хорошо себя проверяли в прошлых битвах. Были все предпосылки, что Чистое Небо выйдет в финал, как минимум. А может, даже победит в турнире. Не тут-то было. Это все. Чистое Небо стоит на точке Костер-тоннеля и Костер под деревом. Эти точки ничего не спаунят. Одна это территория, и вторая это ключевая точка. Они просто будут стоять до тех пор, пока сталкеры не придут. В общем, все. Осталось еще провести одно сражение, и мы определим второго участника финала. Следующая битва будет проводиться между отрядом Альфа и Ветром. Это обе очень читерные группировки, и накал будет не меньше, чем в финале. Так что все подписывайтесь на канал, дабы не пропустить это сражение. А следующее сражение через неделю. Каждое воскресенье. То есть остается у нас еще два воскресенья, и турнир будет окончен. Возможно, после этого замутим еще один турнир, но сделаем небольшой перерыв. Возможно, сделаем турнир среди всех группировок. Но будем уже проводить битву пореже. В общем, посмотрим. Давайте сначала проведем полуфинал. Последнюю битву в полуфинал, а потом в финал. Очень интересно уже, кто будет чемпионом этого турнира. И чемпионом зоны отчуждения. В общем, ребята, приходите на стримы, подписывайтесь на телеграм-канал. Ставьте лайк, дабы продвинуть это видео немного вперед. Всем спасибо, и до скорой встречи. Удачной охоты, сталкеры! Субтитры сделал DimaTorzok